В Вардатовском соборе, что назван в честь иконы знамений Божией Матери, чудеса начались буквально с того момента, когда в процессе восстановления на него удружали последний крест с куполом. А до того, как его начали возрождать, здесь располагался инструментальный цех оборонного завода «Сапфир». И когда в 1994 году прихожанам наконец-то передали здание, крыша у него была плоская и никаких куполов и колокольни, естественно, не было. 25 лет назад времена были диковатые, но простые. И губернатора тогда еще можно было остановить на территории Нижегородского Кремля и просто поговорить, попросить помощи, что, собственно, и произошло. Борис Немцов пригласил отца Михаила Резина в кабинет и из внебюджетных средств выделил кое-какие финансы. И вот, 25 апреля 1995 года, когда кран стал поднимать на приготовленный кирпичный барабан последний купол, случилось неожиданное. Когда купол только-только коснулся кирпичного основания, в небе вдруг мелькнули две молнии. А на дворе, заметим, был снежный декабрь. Темнело рано. Все, кто стоял вокруг и видел это, упали на колени и стали молиться. А до этого весь день в небе над собором кружилась стая белых колубей. Но ни до, ни после водружения крестов на храм этой стаи больше не видели. Может быть, так небо отзывалось на значимость данного события? Не знаем. Но знаем, что потом в храм стали пригодить иконы. Одна за другой. И у каждой своя история. Своя, чаще всего, непростая жизнь. О некоторых из них и пойдет рассказ. Что толкнуло помещика Алексея Прокудина, владевшего деревенькой круглой панны, устроить из каменной риги сельскую церковь, неизвестно. Но как бы то ни было, Абарин не только открыл церковь, но еще и нанял живописцев, чтобы они написали иконы для будущего храма. Точная дата неизвестна, но краеведы утверждают, что между 1815-1823 годами в Прокудинскую мастерскую зашел убеленный сединами старец, чтобы заказать икону. Он долго перебирал с мастерами вариант образов и, в конце концов, остановился на лике Божьей Матери неувидаемый цвет. Заказав икону большого размера, пообещал вернуться через полгода и ушел. Однако, когда оговоренный срок миновал и икона была готова, старец за ней отчего-то не пришел. Подождали мастера старца, подождали, да и решили продать икону. Только образ тот был очень больших размеров. Такому в крестьянской избе не так-то просто и место найти. Тогда иконописцы понесли свое творение вардатов. А там сестры местной богадельни собрали нужные деньги и с радостью выкупили святой образ, установив его в трапезной. Вскоре люди стали замечать, что икона действует, помогает. Очевидно, в какой-то момент история с седым старцем заставила людей задуматься, отчего так произошло и кто был этот старец. И на вопрос, почему он не забрал икону, можно было бы предположить, и не собирался. Он предвидел ее судьбу и сознательно запустил новую святыню в мир. А потом пришел огненный 17-й год. Огненный в самом прямом смысле этого слова. Вот иардатовская святыня пропала. И может быть навсегда. Однако история заготовила людям еще один сюрприз. И не исключено, что не последний. Уже в наше недавнее время, в середине 90-х, к одному из жителей Ордатова подошел нетрезвый мужик и предложил купить у него две иконы. На выпивку не хватало. Добрый человек выкупил иконы. Все равно тот прохожий их пропил бы. Одну он отдал в Ордатовский храм, а вторую маленькую оставил себе. Много лет он считал, что это обычная икона, пока в случайном разговоре не узнал, что хранил не что иное, как список с той самой, утерянной святой реликвии Ордатова. И теперь эту иконку в Ордатовском храме хранят особенно бережно, в алтаре. Словно кто-то тогда в Ордатовском Покровском монастыре предчувствовал, что большой иконе труднее будет пройти через горнила богоборческих лет. И сделал копию. А вот эта икона, она даже с виду необычная. Она двухсторонняя. С одной стороны изображена Ахтырская Божья Матерь, а с другой знамение Божьей Матери. И на обеих ликах следы топора. Рубили именно лики. Целили по глазам. С той стороны, где Богородица с младенцем Христом, рубили и по младенцу. В Ордатовский храм она пришла из села Михеевка, что километрах в двенадцати от райцентра. Во времена богоборчества Михеевский храм, как и многие другие церкви, разрушили. По-разному тогда к этому относились. Иные смеялись, иные рыдали. Двенадцатилетняя девочка Маша смотрела на происходящее с ужасом. Существа с человеческими личинами громили храм. Выносили иконы, рубили, ломали, бросали в костер. Ну вот что заставило девочку, еще ребенка, внезапно броситься к костру, выхватить икону из огня и стримглав побежать домой, слыша за спиной злые крики председателя сельсовета, который организовал эту бесовскую акцию. Родители испугались. Они-то хорошо понимали, что за этим может последовать. Зачем ты принесла икону домой? Нас же арестуют. Неси ее обратно. Но откуда взялось в деревенской девочке такое упрямство? На свой страх и риск она понесла икону в дом своей тетки, в соседнее село Хрипунова. Тетя была человеком глубоко верующим. Спасенную икону они вдвоем спрятали и стали ждать, что вот-вот постучат. Стучат. Понятно, что раньше ни телефонов, ни транспорта, ни у кого из крестьян не было. Как узнать, что там делается в Михеевке? Лишь через несколько дней осмелилась девочка вернуться домой к родителям. Тихонечко вошла в дом, ожидая всего, что угодно. Родители оказались живы и здоровы, никто их не арестовал. Тогда Маша испуганно спросила, а председатель меня не искал? Мать ей отвечает. А тот четыре дня назад повесился, в ту самую ночь, когда рубили и жгли иконы. Став взрослее, надолго потом задавал себе вопрос. Если человек хочет уничтожить икону, то он может просто бросить ее в костер. Зачем рубить лики? А ведь так было по всей России. Глумились, рубили, расстреливали. Причем целили именно в глаза. Наверное, для людей одержимых, именно глаза святых – вещь нестерпимая, вызывающая ярость, ярость демоническую. Эту икону специально не стали реставрировать. Пусть хранится как память. И для того, чтобы знать, помнить и веровать. Есть другая икона, святого великомученика и целителя Пантелеймона, расположена на иконостазе довольно-таки высоко. Но все равно видно, что по ее углам четыре круглых отверстия. Один верующий человек принес в храм эту икону, рассказав, что ее использовали как столешницу. Эти отверстия по углам от ножек стола. Трудно даже представить, каким может быть человек, который ел и пил за этим столом, играл в карты. До какой степени можно потерять чувство реальности? Каким нужно быть бесчувственным, чтобы так отнестись к святыне, которой поклонялись, может быть, не одна тысяча людей и, возможно, не один век? Резать на ней лук и селедку? Да разве это исключительный случай? Говорят, что иконы использовали и для того, чтобы выстилать полы в свинарниках, чтобы ноги не попачкать. А как быть с душой? Людям-то ее не видно, а уж она-то после такого, наверное, запачка на черне и грязи. Перед началом 21 века, когда в храме как раз заканчивали установку иконостаса и уже собирали для него иконы, приехала молодая пара из села Котовка и привезла в храм большую икону святого архистратига Божия Михаила. Вот, сказали они, не знаем, нужна будет вам эта икона или не нужна. А на вопрос, где она хранилась, может быть, у бабки, как это обычно бывает, они рассказали. Да нет, возле села у нас есть пруд. Детишки в нем плавают на плотах. Однажды смотрим, а плод-то у них необычный какой-то. Присмотрелись, а это икона. Мы у них ее отобрали, отругали детей. Мол, совсем что ли не соображаете, на иконе плавайте. Обтерли ее, завернули и вот вам привезли. А та молодая пара позже обвенчалась в Ордатовском соборе. Ну, и своей дорогой пришли в храм и другие иконы. Обо всех мы теперь вряд ли узнаем, но они с нами. Они врачуют наши грешные души. Нужно только захотеть понять это. И это не агитация и не пропаганда. Что касается каждого конкретного человека, то он всегда стоит перед выбором. На распутье дорог, как в сказке. Только в отличие от этих сказок, в жизни, третьей дороги, серединного пути нет. Ведь здесь... Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя.